Игорь Николаевич Игорь Николаевич Игорь Николаевич Игорь Николаевич был готов подписать такое соглашение, потому что Китай, в общем-то, намеревался на Украине и, кроме того, с помощью России устроить там себе зерновую жильницу. Именно тогда американцы отдали приказ о том, чтобы мы взяли Крым, и началась вот эта вот война, которая продолжается до сих пор, несмотря на то, что, как я неоднократно говорил, ее можно прекратить очень быстро. Поэтому на этом завязаны, на вот этом инциденте на Курской станции завязаны сегодня интересы практически всех стран. То есть наиболее сильное влияние сегодня уже Китая. У Китая, поскольку Европу-то уже сливают из-за энергетического дефицита, Соединенные Штаты тоже в достаточно тяжелом положении, А Китаю нужна зерновая жильница. И поэтому загаживать все эти земли, я думаю, Штаты тоже не позволят, поскольку они, скорее всего, придут к какому-то соглашению с Китаем, поскольку энергетический дефицит несколько ослабнет после этой зимы, когда с Европой будет покончено. И тогда, значит, ну самое страшное в этом, если Китай заберет и Сибирь. И вот я постоянно говорю о том, чтобы этого не произошло, мы должны начать работу, чтобы Россия стояла во главе всего мира, если мы начнем нашу работу. Если этого не будет, то будут сильные соглашения. Ни наши на такую провокацию не пойдут, потому что наша верхушка на 100% зависит от Соединенных Штатов, поскольку там и деньги, и дети все находятся там. Поэтому, поскольку на перспективе, это важнейший фактор, этот регион один из самых плодородных с точки зрения земледелия. Поэтому погубить его, это было бы в значительной степени смерти подобной, что привело бы к резкому ухудшению ситуации с продовольствием в мире. Поэтому я все-таки надеюсь, что этого не будет. Спасибо, Игорь Николаевич. Вот есть такая успокоенная нотка. Будем смотреть. Игорь Николаевич, а можно мы в следующий раз с вами поговорим о ваших стихах и поговорим о том, что вы же, оказывается, экономист мощный. Вот это открылось. Вот из беседы в беседу все больше и больше открывается, что талант одним быть не может. То есть у вас куча талантов. Я хочу, чтобы люди побольше познакомились с вашими гранями личности и начали лучше понимать, о чем вы говорите и кто это говорит. Потому что мне пришлось вчера в комменте напомнить, что это корифей ядерной физики профессора Срисов Игорь Николаевич. Поэтому он может делать прогнозы, предупреждать людей и говорить о том, что вот эта теория золотого миллиарда именно делается потому, чтобы сохранить ту инфраструктуру, которая уже сложилась для богатых людей. А для нормальных людей нет нам места там. И поэтому Игорь Николаевич, как нормальный человек, волнующийся не только о себе, но и о человечестве, борется за это, чтобы нас подключить, чтобы мы сохранили эту энергетику именно на концепции, о которой Игорь Николаевич из года в год говорит. Я правильно говорю, Игорь Николаевич? Все правильно. Друзья, подписывайтесь на канал, готовьте вопросы. Теперь, пожалуйста, у вас воля, свобода готовить вопросы на любую тему, потому что Игорь Николаевич очень многогранен. Спасибо вам, Игорь Николаевич. Обнимаю. Спасибо. Взаимно. До свидания. Новую белую ромашку тоже. Вот, белая ромашка. Привет. До встречи. До встречи.